Добрый вечер, уважаемые телезрители! На первом альтернативном телевидении программы «Открытый эфир» Я Владимир Банчиков и сегодня в гостях в нашей студии председатель регионального отделения российской партии пенсионеров за справедливость Николай Ильичевич Федотов Добрый вечер, Николай Ильичевич! Добрый вечер! Вот у меня в руках газета вашей партии с таким хорошим названием, я считаю 55+, обращение к жителям Бурятии Понятно, что это предвыборные баталии начинаются И почему вы решили, в общем-то, уже в возрасте, в нормальном, в хорошем возрасте пойти в политику? Владимир Георгиевич, спасибо АТВ за возможность выступить в вашей программе Наше желание очень большой части деятельных пенсионеров пойти в политику заключается не от хорошей жизни Если бы все было бы нормально, мы бы сидели бы на огороде, как один римский император выращивал бы удивительную капусту Но мы идем в политику, потому что мы люди ответственные и чувствуем свою ответственность не за себя уже Пенсия у нас есть, никто ее у нас не отберет Мы чувствуем свою ответственность, говоря высоким штилем, за судьбу страны, за судьбу малой родины, за судьбу своих детей и внуков Вот эта обеспокоенность за их будущее толкает нас в политику Понятно, хотелось бы все-таки уточниться Я в каждой программе, когда приходят к нам в гости в студии политики Я говорю о том, что у нас и так Народный Хурал в возрастной категории Там больше напоминает именно отделение пенсионного фонда То есть очень много пожилых людей у нас в Народном Хурале И вы вот идете, кто у вас в списках, в партийных списках кандидатуры в Народный Хурал Республики Брятти? Вы знаете, республиканский список еще формируется Мы ведем активные переговоры с людьми, которые являются гордостью Брятти Люди, которые многое сделали Давайте посмотрим из окошка все то, что окружает нас, создано руками тех, кого мы сегодня называем пенсионерами Возглавляет наш региональный список генеральный директор строительной компании сети строй Готапов Батон Гомбоевич Это молодой, энергичный, успешный предприниматель Как принято сейчас говорить, ему 45 лет Это человек, который понимает и социальную ответственность бизнеса Вот он идет у нас первым номером в нашем республиканском списке Я не иду, хотя, казалось бы, руководитель регионального отделения должен возглавить партийный список Но я не иду из соображений, о которых вы, Владимир Георгиевич, очень деликатно сказали, возрастных Мне 66 лет Это возраст И при этом, извините, я вас перебью на секундочку При этом вы молодой отец, насколько я слышал Поделитесь вот этой стороной своей жизни Как я сделал так, чтобы я стал молодым отцом, ну, путь-то и способ достаточно известный Да, спасибо за напоминание моей дочери Ей 4 года, и я молодой папаша Поэтому у меня нет времени Потому что я должен много времени уделить своей дочери Мы были и продолжаем оставаться категорически противниками идеи увеличения пенсионного возраста Мужчинам с 60 до 65, а женщинам с 55 до 60 лет Та активная позиция по неприятию этого положения, возможно, помогла и президенту осознать эту проблему многосторонне И недавно президент страны заявил о том, что мы не будем изучать и заниматься этим вопросом повышения пенсионного возраста Но возраст позволяет мне как-то немножко усомниться в другом Это сейчас так говорят Поэтому партия пенсионеров работает над созданием пенсионного кодекса, где будет прописана непреложная истина о закреплении выхода на пенсию И если это будет принято в виде пенсионного кодекса на уровне федерального закона Тогда никто, ни Путин, ни Медведев или кто-нибудь другой Не может, не изменив Конституцию, заняться проталкиванием этого вопроса повышения пенсионного возраста Это первое Если вы позволите, Владимир Георгиевич, я скажу второе Мы как-то все находимся, и я до последнего времени находился в плену расхожего мнения о том, что государство дает нам пенсию Мы так привыкли говорить А какую тебе пенсию дало государство? Вы знаете, сейчас я начинаю понимать, а государство нам ничего не дает Эту пенсию мы заработали, и я свою пенсию заработал сам Более того, с моей первой заработной платой государство определенную часть изымало и помещало И мы знали, что это на будущую пенсию И это вроде бы казалось нормально Но, к сожалению, так случилось Средняя продолжительность жизни в России не очень велика Многие просто не доживают до выхода на пенсию А у многих, к сожалению, жизненный путь заканчивается в скорости после выхода на пенсию Человек не успевает насладиться своим заслуженным отдыхом А деньги, накопленные в течение всей продолжительности его рабочей жизни Эти деньги остаются в государстве Почему? Мы считаем, что это несправедливо Мы считаем, что деньги, заработанные человеком в ходе его всей трудовой деятельности И если он их не успел, что называется, выбрать Эти деньги должны быть предоставлены в распоряжении его прямых наследников Мы полагаем, что государство С 18 лет я пошел работать И какие-то числения уходили На мою будущую пенсию Государство и так всю мою трудовую жизнь пользовалось моими деньгами И поэтому мы считаем, что государство в случае, не дай бог, скоропостижной кончины Молодого пенсионера Деньги, заработанные им, должны быть отданы Его прямым наследникам Вот эти соображения Привели нас в партию И если вы позволите закончить Я хотел бы сказать следующим образом, Владимир Георгиевич Пенсионеры Это люди ответственные Это люди Не привыкшие просто так Как-то разбрасываться словами и пожеланиями Люди, привыкшие, прежде чем сказать Подумать и осознать Вы знаете, пенсионеры принадлежат к тому поколению людей Которые в воскресенье после обеда начинаешь думать А все ли у тебя на работе нормально Все ли ты доделал С чего тебе надо начинать, так сказать, в понедельник трудовую деятельность Потому что работа для нас Была понятие, была категорией нравственной А не только как категории, позволяющие Заработать на кусочек хлеба А может быть там и набазать сливочным маслом Поэтому мы полагаем Что Должна быть создана система Государственная система В востребованности, опыта, квалификации Мудрости и ответственности Нельзя людей выпихивать На пенсию, если человек способен Твердо и ясно Осознавать происходящее Трудиться И если человек исполнил желание Принести пользующего государства Посмотрите на молодых пенсионеров Военных отставников Здоровые, сильные, уверенные Чувствующие ответственность Люди при высших дисциплине И государство их отправляет И таким образом заявляет, что Не нужен ты, не интересен государству Мы против этого Мы за создание государственной системы Востребованности Опыта, квалификации, мудрости И желания Принести еще пользу государству Спасибо за развернутый ответ Опять-таки, я ссылаюсь на вашу газету 55+, здесь вы Обрушиваетесь с критикой Так скажем, с достаточно резкой критикой Против своих бывших однопартийцев Против партии «Справедливая Россия» Почему? Ведь «Справедливая Россия» не имеет Большинства ни в Государственной Думе Ни в нашем народном хурале То есть, все законы и решения Принимаются, как правило, единой России Тем не менее, «Единую Россию» вы не критикуете А «Справедливую Россию» критикуете Почему? Спасибо Дойдет очередь еще И до «Единой России» Вы знаете Это как в жизни Как часто бывает Когда Что-то твой брат Старший или младший брат Делает что-то не так Вы Высказываете ему достаточно резко И откровенно И сильно В отличие от той ситуации Когда За то же самое деяние Вы говорили бы соседу Потому что Это свой Это брат Он Выслушает и поймет Так было с нами С 2006 года Когда На основе Партии пенсионеров России Путем Вливания в нее Партии жизни И Родины Была создана «Справедливая Россия» Партия пенсионеров Набиравшая Хорошие Результаты На региональных выборах Была Растворена В этом Тогда для нас Непонятном Объединении Многие обязательства Которые брали на себя Руководители В том числе И Бабаков Из партии пенсионеров Эти обязательства Многие не были выдержаны К сожалению И для нас Все-таки важно Для людей Ну вот Не для молодых отцов А для людей Старшего поколения Для нас очень важны Некоторые Базовые ценности В жизни А слово Справедливость Обозначающее Эту базовую ценность Для нас Близко и дорого Так вот Мы не увидели Справедливости В рядах Справедливой России Когда мы вошли туда Мне об этом Говорить достаточно легко Я не вошел В 2006 году Справедливую Россию Но там было Много наших товарищей Которые рассказывали Что происходит там Это Может быть первое Для меня лично Главным является Следующее Я всегда хотел спросить У геолога Миронова Когда вы были искренни Когда он занимал Пост третьей По важности В государстве И он В силу этого Исповедовал Защищал Отстаивал И пропагандировал Интересы государства И что же с ним Произошло Когда через Скажем Два-три дня И он уже В качестве простого Депутата Лидера фракции Справедливой России С той же яростью Накидывался На то самое государство Или на Носители Государственности Что же произошло Когда вы были искренни Когда вы были Спикером Или когда вы Сейчас лидер Партии Вот эта Дуальность Некая двойственность Вот это На наш взгляд Не справедливо А все-таки Российская партия Пенсионеров За справедливость Она Кого-то Видит В союзниках Я имею ввиду Какую-то другую Политическую Или политические Партии Кого вы Видите Своим союзником Вы знаете Программа нашей партии Она интересна тем Что она Не левая Не правая Не центристка Не верхняя Не нижняя Это партия Конструктивной позиции Партия Исповедующая Ценности Социального государства Партия Открытая Для сотрудничества С многими И сейчас Идут постоянно Консультации Мы С представителями Других партий Прошу прощения Владимира Георгиевича Я не могу сейчас Назвать Эти партии Потому что Это не моя тайна Я не получил Их согласия На предмет Ну Каких-то совместных Действий Исходя из того Что у нас Нет опыта Этих Выборных дел У нас нет опыта Хуральского опыта Я так внутренне считаю Что мы должны Не поступаясь Своей идеологией Быть достаточно близки И вместе Помогая друг другу Для того Чтобы будущий состав Хурала Был гораздо более Представительный Нежели Сегодня Чтобы Следующий состав Хурала Представлял Большую палитру Мнений И не только мнений Но и способов Решения Проблем Которые стоят Перед Нашей республикой Например Если вы позволите Владимир Георгиевич Конечно Бурятия занимает Устойчиво Второе место В России По количеству Дипломов С высшим образованием На душу населения И по количеству Аспирантов На 10 тысяч населения Мы Твердо Занимаем Второе место Но если мы Такие умные Почему мы Не ездим На мерседесах Почему По уровню жизни Почему мы Такие бедные Почему мы На 75 месте По уровню жизни Вот парадокс И мне кажется Что здесь Все партии Могли бы Объединиться Для того Чтобы Вот Понять И объединить Усилия Для исправления Вот этого Очевидного Парадокса Или Или другая проблема Я так чувствую Если я о ней скажу То Может быть Мне Трудно будет ходить На улицах Улан-Удэ Я имею ввиду Следующее По статистике Женщин В Бурятии На 10% Больше Чем мужчин Это по-моему Во всем мире Такая статистика Ну Проблемы Остального мира Меня в меньшей степени Волнуют В данном случае Владимир Георгиевич Прошу прощения Так В Бурятии На 10% Женщин Больше Но если посмотреть На качественный состав Мужчин Которые Которых На 10% Меньше Сколько Из них Сидело Сколько Из них Сидят Сколько Из них Не любители Этого дела А профессионалов Этого дела Сколько Из них Не работает Опустился Тогда Число Нормальных Мужчин Еще Меньше И Нас И так Меньше На 10% А здесь Если еще Вычесть И эту часть Деградировавших Опустившихся К сожалению Наших Земляков То становится Еще меньше А каждая Женщине Живить Хочется Простого Человеческого Счастья Чтобы рядом Мужчин был Чтобы семья была Чтобы можно было В воскресенье Пройти По улице Чтобы дети Радостные Бегали ряд И где же Как же она Добьется Этого Вот это проблема Как ее решить Это другое дело То есть Отвечая Приводя Две эти проблемы Я хотел сказать Вам Владимир Георгиевич Уважаемым Телезрителям Если мы При поддержке Телезрителей И при поддержке Избирателей Пройдем в Курал Мы будем Инициировать Разное Видение Обычных Проблем Для того Чтобы Застрить Привлечь Внимание Всего Общества К этому Мы часто Говорим И К сожалению Это огорчает Часто Ваши Телевизионные Коллеги Применяют Говорят Так А Ты куда пошел Да в бурдраму Пошел Что дают В русской Драме То есть Нас беспокоит Вот это Нас беспокоит Процесс Угасания Великого Русского Богатого Русского Языка Его сочности Его Колоритности Ну что значит Пойти в бурдраму Драма В переводе С древнего греческого Означает Горе И что есть Бурятское Горе Да я могу Сказать Вон около Рынка Там много Бурятского Горя И что есть Театр Этого Горя То есть Я бы Пользуюсь Случаем Хочу обратиться К вам Владимир Георгиевич Никогда не говорите Бурдрама Или там Русская Драма А говорите Русский Драматический Театр Или Понял Не буду Спасибо Спасибо Николай Я бы хотел задать Такой вопрос Все таки Какие ваши Основные лозунги С которыми Основные положения Ваши программы С которыми Вы пойдете На выборы Народных урал Вот Буквально Три-четыре Основных Положения Первое Государство Где забываются Старики Где На них Не обращать Внимания Где К ним Относятся Как На хлебникам Которые Сидят На шее В государстве Это Такое Государство Не будет Иметь Будущего Поэтому Наша Задача Не лично Скажем Вот я не ставлю Задачу Прохождения В хорал Мы Сейчас Ведем Переговоры И приглашаем Молодых Энергичных Людей Таких Как Первое Лицо Нашего Партийного Списка Генеральный Директор Ситистрой Готапов Батом Гомбоевич Пришла Пора Вот Этих Молодых Успешных Людей Состоявшихся В деле Прийти В политику И Там Отстаивать Незыблемые Ценности Уважение К старшим Уважение И Обеспокоенность За детей Многие Говорят О том Что Вот Чтобы Решить Проблему Детских Домов Вот Детей Надо Разобрать По семьям Что-то Я не вижу Очереди Наших Руководителей Здесь На площади Работающих Чтобы Они стояли В детдомах В детдомах Я знаю Руководителя Селингинского Района Человек Который Взял Несколько Детей Это Это достойно Уважения То есть Одна из наших Опять же Базовых ценностей Владимир Георгиевич Это Отвечать за то Что мы сказали Это Попробовать Воплотить Идеи Социально Ответственного Государства Государство Забывающее О пожилых Людях Не имеет Но вы Все время Обращаетесь К пожилым Людям Понятно Что Избиратели К сожалению Большому Моему Лично Сожалению Избиратели У нас Зачастую Это Именно Люди Пожилого Возраста Самые Активные Избиратели К сожалению Почему Потому что Не идет Молодежь У нас Как правило Не идут Люди Среднего Возраста Не то Что Совсем Не идут Идут Конечно На выборы Но не в таких Количествах Не в таком Объеме Как хотелось бы И как это делают Люди пожилые Согласен То есть За вами Конечно Стоит Вот этот Большой Избирательный Так сказать Пласт Избирателей И все Таки Вы как-то Обращаетесь К молодым Что вы Можете Предложить Молодым Чтобы они Пришли На избирательные Участки И проголосовали За российскую Партию Пенсионеров За справедливость Спасибо Вы знаете Может быть Шутливо Так Ну может быть Так иногда Быстрее Дойдет И лучше Поймется Или осознается Мы говорим Пенсия Как и дембель В армии Пенсия Неизбежна И помогая Сейчас Вы помогаете Себе В будущем Мы Вот Говоря о тех Ценностях Которые Которые Мы исследуем И которые Мы будем Отстаивать Есть Скажем Одна Напрямую Обращенная К молодежи Мне не о себе Надо беспокоиться Пенсионерам У нас все есть И жилье И И пенсия На хлеб Я думаю В архе В архе В археологических Почему я говорю В щелку Потому что они Не все Поняли И создали Свой Бейсбол Бейсбол Который Гораздо Беднее По По эмоциям Нежели Русская Лапта Я думаю Я думаю Что В полной Мере Конкретную Программу Где Вот эти Общие положения Социальное Государство Ответственность У нас Будет Обработано И будет Предъявлено Избирателю В виде Конкретных Вещей Для Привязанных К экономике И К культуре И Жизни Республики Борятия Николай К сожалению Время Вот так Быстро Незаметно Пролетело За таким Интересным С вами Разговором У нас Есть одна Минута Вы можете Обратиться К телезрителям Нашего канала К избирателям Со своим Обращением Первое Что я хотел бы Сказать Спасибо АТВ Смотрите АТВ Альтернативное Телевидение Это всегда Хорошо Плохо Когда Что-то Давлеет Над чем-то И когда Появляется Нечто другое Это здорово Смотрите АТВ Это была Программа Открытый эфир На первом Альтернативном Телевидении Сегодня В гостях В нашей студии Был председатель Бурятского Регионального отделения Российской партии Пенсионеров За справедливость Николай Ильичевич Федотов Спасибо вам огромное За участие В нашей программе Я Владимир Банчиков Прощаюсь с вами До свидания Всего вам самого доброго Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова